Друзья, всем привет! Видеообзор квартиры, которая находится в живом комплексе Skyline. Квартира на продаже. Традиционно я для начала кратко покажу планировку квартиры, а уже во второй части этого видео подробно про инфраструктуру, саму квартиру в деталях и так далее. Здесь у нас вот такая планировка. Здесь это проходная кухня с выделенной небольшой такой, ну, кабинетной, наверное, правильно будет сказать, зоной. Дальше здесь у нас отдельная спальная комната угловая и здесь еще вот такая полноценная тоже спальня. Дальше здесь совмещенный санузел, обратите внимание, и ванная душевая. Ну и, собственно, здесь у нас коридор, там где мы с вами выходили, коридор с большим количеством систем хранения. Ну, давайте начнем по порядку, начнем с месторасположения. Это фактически центр Октябрьского района, жилой комплекс Skyline ввелся в эксплуатацию, если мне память не изменяет, по-моему, даже в этом году, в начале 24-го года, может быть, в конце того года, находится на очень удобной транспортной развязке. То есть у нас здесь развязка на Академический мост, это у нас улица Партизанская, там у нас улица Депутатская и, соответственно, прямо за домом у нас улица Байкальская. За счет этого можно комфортно добираться что до центра города, что до Октябрьского района, что на левый берег тоже без проблем вы будете ездить. В шаговой доступности вообще все, что необходимо для комфортного проживания, детские сады, школы, супермаркеты и так далее, и так далее. И район, ну, действительно, очень такой удобный и сбалансированный. Давайте сейчас еще вам с этой стороны покажу. Ну, здесь, кстати, достраивается вторая очередь строительства данного жилого комплекса. Кстати, сразу покажу вам детскую площадку. Детская площадка полностью закрытая. Войти можно как со стороны улицы Байкальской, так и с вот этой стороны. Кстати, что обратите внимание, очень классно, я старый человек предусмотрел ниши для кондиционеров. И вот так вот, как у нас здесь он установлен, и его со стороны улицы не видно вообще. Вот, собственно, там у нас улица Байкальская. Здесь у нас это бизнес-центр Зион и, соответственно, кинотеатр Баргузин, чтобы вы по локации еще лучше понимали. Кстати, забыл еще проговорить. Дом имеет подземную парковку, и плюс этого дома в том, что прям с квартиры, точнее, с этажа можно спуститься в цоколь на подземную парковку. При необходимости места, конечно, можно докупить, либо снять в аренду. На самом деле, не так много домов в Иркутске. Вот, если сравнивать относительно всего рынка, где есть вот такая опция, чтобы можно было спускаться прямо в цоколь дома к парковке. Давайте теперь в деталях поговорим по самой квартире. На момент записи видео квартира в идеальном состоянии. Почему? Потому что она только-только после ремонта. Какие-то моменты у нас еще тут доделываются, но в целом готовность квартиры 99%. То есть, приобретая эту квартиру, вы покупаете абсолютно новую квартиру, вы полностью себя, так сказать, обезопасиваете от проведения ремонта, сохраняете свои деньги, время, энергию и так далее. Квартиру видно, что делали со вкусом. Обратите внимание, во-первых, какое большое количество здесь у нас всевозможных подсветок. У нас решений по освещению очень много. То есть, у нас встроенные светильники в стене. Вот такой светильник. Вот такой потолочный светильник. И даже по кухне у нас и здесь вот, обратите внимание, как такой сэндвич сделан, вот этот красивый фартук. Кстати, это керамогранит, если что. То есть, все максимально качественно. Из хороших, дорогих материалов это делалось. Далее, модная укладка напольного покрытия елочкой. Ну и давайте теперь еще поговорим конкретно по планировке. Во-первых, это угловая комната, как вы видите. Обожаю угловые комнаты. Смотрите, здесь процентов, наверное, ну 70 площади стен занимает непосредственно как раз-таки окна. За счет этого здесь много естественного освещения. Солнце у нас встает и идет вот так. То есть, здесь это окна идут на восток. Ну и, соответственно, даже когда здесь солнце убегает, здесь будет много света, потому что это, ну, здесь, потому что здесь много окон. Далее. Обратите внимание, в квартире очень много систем хранения. Максимально все это продумано. Обратите внимание, какой у нас большой и вместительный шкаф здесь. Давайте я вам открою и его покажу. То есть, здесь тоже глубина у него порядочная. Где-то около, наверное, метра даже, может быть, чуть больше. Все туда войдет. За это можно смело не переживать. Также есть вот такая красивая ниша. То есть, можно без проблем туда все тоже какие-то красивые вещи, которые на обозрение выставляете сюда поставить. Дальше. Здесь у нас в коридоре тоже система хранения супер продуманная. То есть, у нас напольный шкаф вот здесь. Здесь шкаф у нас вот такой. И обратите внимание, сделанные шкафы в потолок. То есть, максимально, чтобы были места хранения. Дальше. Ну, и еще, кстати, тоже проговорю. Обратите внимание на кухне. То есть, тоже, насколько здесь она замороченная. С той точки зрения, что тут действительно очень-очень много места для хранения. То есть, у нас целый шкаф вот здесь. Еще верхняя часть и так далее. Ну, и завершая именно разговор про шкафы, потому что я понимаю, что, возможно, много времени этому уделил. Но это действительно важно. Шкаф у нас в этой стороне и еще вот здесь. Идем с вами дальше. Что еще хочу показать? Хочу показать вам вот эту спальню. Мне нравится, что тот, кто проектировал эту планировку, что спальню вынесли именно сюда. Потому что это самая не шумная часть этого дома. Потому что вот эта улица у нас, выезд с Академического моста, ну, где-то после, наверное, 8 вечера уже тут достаточно небольшой трафик относительно улицы Байкальской. Да, и поэтому вы без проблем будете открывать окно. И здесь будет вам очень-очень комфортно. Обратите, кстати, внимание. Здесь по всей квартире у нас увеличены окна. То есть у нас окна имеют две створки. Вот такую и вот такую глухую створку. И как раз-таки за счет того, что площадь окна увеличена, здесь тоже будет больше естественного света. Здесь у нас еще не доехали тумбочки совсем скоро. Они будут. Тоже все новенькое, аккуратненькое. Ну и обратите внимание, дамский столик, зеркало. Все тоже подсветочка, телевизор и красивый-красивый шкаф. Ну, идем. Давайте с вами покажу санузел. Там, где у нас керамогранит на полу, там везде электрические полы с подогревом. Плюс у нас здесь лучевая разводка. То есть здесь получается трубы отопления. И тут через пол за счет этого в квартире еще комфортнее. Далее. По санузлу. Мне очень нравится, как здесь продумали санузел. И на самом деле сразу вам покажу вот эту штуку. Обратите внимание, здесь у нас уже спроектирован бойлер. Стоит система от протечек в квартире. То есть, не дай бог, где-то что-то прорывает, да, автоматика полностью перекрывает стояки. И у вас, вы никого не затопите. Дальше. Очень классно, что, кстати, санузел такой достаточно небольшой. Но при этом здесь смогли объединить. Обратите внимание, здесь есть и душевая зона, и ванны. Это очень классное, я говорю, ультимейт решение. Почему? Потому что далеко не все любят лежать в ванне. Кто-то любит наоборот тушь. Здесь же есть и то, и другое. Это очень-очень классно. Ну и, соответственно, вариативность всегда хорошо. Хорошо. Далее. Вот такая красивая у нас тумбочка, то есть, и раковина. И здесь у нас еще будут полочки. Их буквально через пару дней доделают. То есть, очень удобно, когда вы заходите в санузел. То есть, вы не видите вот это большое нагромождение баночек, скляночек. То есть, она аккуратно будет стоять вот здесь. И вы их будете видеть только, когда вы принимаете ванну. Ну, друзья, собственно, если вы ищете квартиру, и не готовы вы вкладываться в нее сами, потому что каждый ремонт, на самом деле, это целая жизнь. И если вам важно заехать в готовую квартиру, максимально укомплектованную, чтобы даже здесь была посуда и постельное белье, то этот вариант 100% вы можете рассмотреть. Этот вариант, наверное, даже для вас, я бы сказал. Собственно, друзья, на рынке таких предложений немного. Будем рады вам показать эту квартиру вживую. И надеемся, что именно вы станете нашим новым арендатором.